всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду такое классное утро только что детей отвез в школу вообще-то обычная жена выводит тут я их отвез она здесь рядом буквально наверно в 300 метрах видите в каких местах испанские дети учатся море острова солнышко но они будут учиться еще месяц так вот я подумал раз уж все равно выехал с утра пораньше в хабию надо заехать к мяснику которую я обычно заказываю мясо он на рынке именно в хабии находится но по дороге кроме того что я собираюсь вам показать красивые места красивые окрестностей одновременно и поболтаем я хочу вам именно в дороге рассказать свое понимание основных идей правильных и неправильных моментов приготовления этого блюда поехать как только въехал старую часть города сразу небольшая пробочка образовалась надо же это потому что лето туристов и наехали так вот насчет люляки бабу самый главный вопрос который волнует всех кто делали там в первый второй раз люляки бабы чтобы они не попадали с шампуров и вокруг этого наворочена какая-то гигантская просто куча всяких разных баек надо сделать так надо эдак фарш надо обязательно рубить топориками нет его нужно измельчить в ленере это я не то сейчас по сталику приезжаю забудьте сталик мой товарищ очень давний знакомый этим с большим уважением отношусь так вот самая главная задача чтобы они не сварились сделать так это чтобы фарш был клейкий при этом хотелось бы чтобы он был сочный что дает сочность фарша это жир и мясные соки естественно чем еще можно вынести ту самую сочность это добавить лук причем лук не перетертый не передавленный на мясорубке а порезанный мелкими кусочками если будут крупные то однородность фарша будет мягко говоря не ахти и это может привести к тому что в фарш у нас такие начнет свариться шампуров почему не перетирать на мясорубке но потому что лук содержит очень много сок как вот пока у нас цельники или порезанный кусочками весь этот сок содержит луковые клетки стоит его только перетереть раздавить этот сок выходит наружу что получается фарш становится более жидким а жидкий фарш очень плохо держит форму и норовит свалиться поэтому если мы лук порежем мелко для однородности но именно порежем порежем кубиками то каждый такой кубик будет содержать сок и при нагреве когда начнет запекаться этот сок начнет выходить наружу но не забывайте что греется то у нас не в микроволновке нашли кебаб он же греется снаружи поэтому если снаружи мясо уже прогрелось она запечаталась корочка и начало схватилось то есть форму уже держит потом теплота начинает проходить уже глубже внутрь и лук начинает давать сок как добиться того чтобы фарш не сваливался если мы при приготовлении фарша ноля кебаб добавим достаточное количество сала хорошенько вымешиваем чтобы фарш стал однородным то весь этот наш большой кусок фарша окажется пропитан этим самым салом так вот для того чтобы для кебаба держали форму не разваливались фарш после этого нужно охладить то есть дать салу застыть по сути мы приходим к самой главной идее для того чтобы у нас лекеба были сочными нужно добавить достаточное количество сала и лук а для того чтобы для кебаба остались целыми и не свалились шампуров нужно добавить сало то есть сало и лук лук и сало вот два самых главных ингредиентов для кебабах теперь что касается степени измельчения и прочего вот эти вот сказки что обязательно порубить топориками и так далее друзья мои давайте просто включим логику логику элементарно если мы рубим топориками или мелко режем у нас получаются кусочки мелкие кусочки мяса не раздавленные каждый такой кусочек мяса удерживает сок пока все верно и если мы из такого мяса приготовим из такого фарша на порубленного приготовим допустим какие-нибудь пельмени манты даже котлеты черт побери рубленые котлеты рублены бифштексы то они будут очень сочные очень классный как можно этой сочности добиться по-другому добавить просто воды фарш да в данном случае мы не добавляли там мясной сок остался но в люля-кебабах очень важно и это все без исключения признают после того как вы фарш подготовили неважно каким способом его старательно отбивать то есть получается на самом деле бред мы сначала старательно старательно режем этот мясо руль топориками фарш чтобы не дай бог не повредить каждый кусочек мяса чтобы он цел остался соком а потом 10-15 минут месим и отбиваем месим отбиваем то есть проделываем ровно ту самую процедуру которая происходит с фаршем в мясорубке на лицо элементарные заблуждения каких много в кулинарии и только в кулинарии до фарш когда-то рубили топориками потому что мясорубок не было но для того чтобы потом этот фарш был клейкий вязкий чтобы он держал форму этот фарш отбивали и месили долго отбивали и месили то есть по сути проделали с ним ровно ту процедуру которая во многом происходит как раз таки в мясорубке поэтому если вы не хотите чтобы уж ваш ваша мясо ваш фарш совсем потерял сок пользуйтесь спокойными мясорубками главное ножи должны быть острые потому что есть уж совсем все перемнет и мешка слишком сильно выдавит весь этот самый сок из мяса ну жалко просто водит и перемалывать в мясорубке подмороженное мясо тогда она тоже будет легче рубиться что касается блендера в блендере можно конечно приготовить люле кебабы но проблема блендера в том что после блендера мясо измельчается чрезмерно превращается по сути в эмульсию липкую эмульсию которая прекрасно держит форму но она настолько однородная настолько гомогенная вся что на мой вкус а мой вкус это уже не то потому что все таки хотелось бы чтобы в котлете в люле кебабе чувство структуры мяса поэтому мой выбор его никому не навязываю для простоты для удобства я предлагаю мясо рубить в мясорубке с со средними либо крупными отверстиями средний крупный это 58 миллиметров после чего вымешивать отбивает стандартно и готовить люле кебабы я думаю на этом можно уже приостановиться сейчас я запаркуюсь и мы пройдем на рынок заказывать мясо ну и вот он рынок у меня за спиной стоянный зритель и канал или уже в нескольких роликах его оля тренера по фабор тренера пара лабача но а вы поискли карло ликаро мазан 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 мент сункило ункило мидиа какие отличные У меня бургеса здесь. Может было бы, конечно, и дома измельчить мясорубки, но возиться не хочется. А здесь мясорубка классная, с острыми ножами. Проверена. 1,60. Дальше. 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 300-400 граммов. 300 граммов лучше. Видите, срезают шкурку. Сейчас пропустят через мясорубку, и мне возиться дома не надо будет. Вообще удобно, на самом деле. Все? Все, пожалуйста. Очень хорошо. Сколько? Закупился. Можно двигать домой. Овощи. Ну, вообще-то овощи я уже взял. Поехали уже. Это лавочка, где торгуют хлебом. Может, я, конечно, такой привереда, но на мой вкус. Во всех этих лавочках настолько ужасный хлеб. Он безвкусный. Он с очень хрустящей сухой коркой, а внутри мякиш, как вата. Вкуса нет, аромата нет. Он мягкий, конечно, внутри, но полная ерунда. Вот элементарно даже багеты, которые можно купить в супермаркете, в Меркадоне или в Масимасе, гораздо лучше, гораздо вкуснее, чем то, что продают вот в таких вот мелких лавках. Не знаю вообще, чего народ сюда идет за этими булками. То ли у них вкус испорченный. Кстати, вот это вот, это мусорки, если вдруг кто не знает. У нас в урбанизации такая же система. То есть яма в земле забетонированная. В ней стоят обычные контейнеры для мусора. В этой яме собрана металлическая конструкция, такой каркас и гидравлика. Подъезжает мусоровоз, подключает гидравлический шланг к наружному выводу. Он давит туда насосом масло. В результате из-под земли выползает наверх такая вот металлическая рама, на которой стоят обычные контейнеры. Эти контейнеры опорожняют мусоровоз, обратно закатывают в эту конструкцию, опускают. То есть снаружи торчат только вот такие вот, как мусорные баки прикрытые. Вот эти вот металлические. Для чего это сделано? Жарко очень. И если бы снаружи все дело торчало, то на солнце загнивало бы, воняло, не знаю чего. А так вот с такими штуками никаких запахов нет. Достаточно такая приятная штука. И потом, здесь же тоже есть всякие бродячие животные. Вот в эту они не заберутся. А так бы, конечно, разводилось все это дело. И крысы, и прочие прелести. Вот так. А здесь школа очередная, местная, испанская. И это своих малолетних операторов отправил в английскую школу. Правда, она английская только потому, что основное преподавание на английском ведется. А так, конечно, там целая сборная солянка. И англичане, и испанцы, и китайцы есть, и русские, конечно, тоже встречаются немного, но есть. Короче, полный интернационал. Добрался до кухни, можем приступать. Тут дело-то осталось. Порезать помельче, как я уже сказал. Пользуйтесь острыми ножами. Да, не быстро. Да, надо минут 15 потратить. То и 20, чтобы нож вот так вот брил. Ну, черт возьми, чтобы готовка приносила удовольствие, все должно быть удобно. Удобные ножи, удобная посуда. Если есть возможность, организуйте себе удобное рабочее пространство на кухне. Вот этот нож нравится. Нравится, как он держит заточку. Так, весь нарезанный лук отправляется к фаршу. Абсолютно весь. А теперь пряности. Зира у меня уже измельчена. А вот кориандр нет, придется поработать пестиком. Так, сразу и перца сюда же добавлю. Его тоже надо растирать. Как следует. И эту ароматнейшую смесь сюда же. И, конечно, посолить. Я кладу соль из расчета 12 граммов на 1 килограмм смеси мяса и сала. Здесь у меня почти ровно 2 килограмма. Нет, с луком, конечно, больше. Но я беру в расчет только мясо и сало. Так вот, смесь мяса и сала у меня здесь почти 2 килограмма. Так что соль получается 24 грамма. А теперь очень важный вердент на мой вкус. Кинза. Много кинзы. И ее надо порубить помельче. И опять про остроту. Если нож не острый, то даже зелень рубить замучаетесь. И наверняка попытаюсь отправить ее в мясорубку. Не надо. Ерунда получится. Я пробовал. Совсем не понравилось. Смотрите, какая красота. Острый нож зелени давит, а рубит. И она на ощупь сухая. Сок из нее не выдавился. А значит, вся она отдаст себя в фарш. И сейчас надо все вымесить. Я это сделаю в комбайне. Ну, вы знаете. На самой маленькой скорости это займет минут 5. А руками минут 10 месите, а то и больше. Месить надо до состояния липкости. Это важно. Ну, сейчас все выместится. Покажу. Увидите. Вот так кухонная техника облегчает труд. Конечно, после использования все эти железяки надо мыть. Но у меня есть посудомоечная машина. Так вот, насчет консистенции. Смотрите, какой получился фарш. Очень липкий. Очень вязкий. Закрою его пленкой. И уберу в холодильник на несколько часов. Хотя бы два часа ему нужно постоять, чтобы фарш совсем остыл. Чтобы сало схватилось. Тогда вот эти ваши руля-кебабы ни за что не свалятся с ваших шампуров. Ну, а сейчас займусь соусом. Ему тоже время нужно, чтобы настоялся. Он совсем простой. Надо мелко-мелко нарубить самый кислый, прямо в вырве глаз. Соленый огурец. Можно, конечно, взять и маринованный. Но только если этот маринованный огурец больше кислый, чем сладкий. Сейчас продаются, по крайней мере, какие-то в основном сладкие маринованные огурцы. Это не совсем то. Теперь очень мелко, буквально в кашу, изрублю зубок чеснока. Вот так, в труху его. А теперь мята. Обычная печная мята, свежая. Сначала листики свернуть в эдакий валик. А теперь можно рубить. Супер. Теперь все вместе смешиваю. И еще немного поработаю ножом. Так быстрее и проще все соки перемешаются. Чеснок, мята. Можно уже отправлять все в чашку. Вот так. А теперь сюда же несладкий йогурт. Здесь он продается под торговым номинованием йогурт Гриего. Ну, то есть греческий. Жирность 10%. В принципе, не найдете несладкого йогурта, можно использовать сметану. Ну, тоже не жирную, понятно. И завершающий штрих. Лимон. Лимонный сок надо добавлять по вкусу. Потому что, во-первых, у всех разный по кислоте йогурт или сметана. У всех разный по кислоте огурцы. У всех разный по кислоте, в конце концов, лимоны. Поэтому пробуйте. 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 И еще раз пробуйте. Так. Перемешать. И что тут у нас на первый взгляд? Соль забыл. Соль. И опять перемешать. И вот теперь надо отправить в холодильник. Пусть настаивается. У меня перерыв часа на три. С вашего позволения не буду показывать, как я угли разжигаю. Вы это видели. Все прекрасно. В моих многочисленных роликах с грилем. Тем более, что я опять воспользуюсь стартером. Моим нежно любимым. Оставайтесь с нами. Наконец-то приехал заказанный столик. Так что теперь все удобнее. Процедура лепки очень проста. Чашка с водой. Смачиваю руки. Вода холодная. Фарш тоже холодный. Беру граммов 150 фарша. Уплотняю его энергичными такими движениями. Особенно усердствовать не надо. Он и так хорошо у нас вылежался. Готов. Теперь такую вот котлету. И можно насаживать. Теперь сдавливаю и проворачиваю шампур. Как вы вероятно догадываетесь, я не профессиональный шашлычник. И кебабы у меня не очень-то ровные. Но на вкус пока никто не жаловался. Эти краешки надо хорошенько запечатать. Все. Готово. Всего 5 шампуров. Поэтому пока так. Но я хочу одновременно с люле-кебабами подать еще и слегка подпеченный болгарский перец. И слегка поджаренные, ну тоже, наверное, запеченные на углях баклажан. Нарезанные овощи уже лежат и ждут своей участи. Смажу их оливку маслом Extra Virgin. Без фанатизма. Но вот так, чтобы аромат этого масла на каждом перце, на каждом отрезанном куске баклажана был. Какая красота. Обожаю этот запах. Ну-ка. Все. А теперь немного пояснений. Руки сполосну. Да, так вот. Я собираюсь все приготовить одновременно. В одном гриле. Можно было, конечно, запалить угли сразу в двух. В одном и старом. Или вообще в стационарном расположиться. Но я сегодня без операторов снимаю. Поэтому мне то ли следить за люля-кебабами, чтобы ничего не сгорело. То ли камеры приставлять, настраивать все. Поэтому буду извращаться. Решетку гриля я не вынимал. И на ней расположу овощи. Вот так вот. А здесь пристроив шампуры, получится эдакий двухслойный гриль. А теперь накрываю крышкой. Знаете, чем так хороша крышка? Мне она нравится безумно тем, что под ней пламя не вспыхивает. Даже если жир капает на раскаленные угли. И пламя вроде как вспыхнуло. Но сразу же выжрало весь кислород, который был под крышкой. Свободный. И опять опало. Давайте заглянем, что тут. Отлично. Экебабчики уже можно поворачивать. Как шипят, как шипят, а? И овощи тоже надо повертеть немного. И опять накрыть крышкой. Вот этот момент. Я про отсутствие необходимости торчать постоянно над углями и следить, чтобы ничего не сгорело. Больше всего меня, пожалуй, восхитило 10 лет назад, когда я в первый раз использовал гриль с крышкой. Угли очень горячий. Надо, наверное, опять вертеть. Тут все. Люля прогрелись уже внутри. Это видно по блеску. Видите? Жир топится, выступает наружу. Сейчас он начнет активно капать на угли и пойдет жутко неполезный, но чертовски аппетитный дым. Я вот такие хорошие, сочные люля-кебабы люблю, признаться честно, гораздо больше шашлыка. Может быть потому, что с люля-кебабами значительно проще добиться оптимального сочетания по жирности, по сочности, по пряностям. Смотрите, как дым повалил. Как с паровозной трубы. Отлично. Все почти готово. Давайте еще разочек для уверенности заглянем. Какие запахи! Какие, черт возьми, запахи! Все, пора уже за стол. Сначала овощи сниму отдельно. Акебабы здесь буду на мексиканскую тортилью складывать. Потому что только лаваша здесь не найти, конечно. Вот так. Никаких сил терпеть нет. Я тут заранее уже и помидорок нарезал, и луком и чесноком разжился, зеленым. Вот такой натюрморт. Как видите, ничего сложного. Если у вас, конечно, много лишнего времени, можете рубить ножами или топориками. Хотя, дайте сначала попробую. Ароматный, пряный, сочный люля. Дайте теперь соусом. И вот так вот. На мой взгляд, это идеальное сочетание вкусов. Кислота соленых огурчиков. Лимонная кислота. Чеснок. Освежает мята. И все это сглаживается йогуртом. В сочетании с таким сочным, жирненьким мясом рели кебаба. Это великолепно. Сказка. Так вот, реально глядя на вещи. Я не люблю тратить время зря на кухне. Мне совсем не близка идея выполнять бессмысленные, на мой взгляд, операции. А рубка фарша топориками для люля-кебаб, с тем, что потом этот фарш обязательно вымешивается, 10-15 минут отбивается, на мой взгляд, равносильно тому же самому, как если вы долго будете изготавливать очень красивый торт, украшать его розочками из крема, а потом запихнете его в блендер и тщательно перемельте, чтобы получился однородный. Вот то же самое. Так что, я своих взглядов вам не навязываю. Высказал свое мнение. Вы готовьте люля так, как вам нравится. Спасибо за компанию и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok